Сумма расстояния от точки, взятой внутри равностороннего треугольника до стороннего, не зависит от того, где именно взяли эту точку. Ну и на самом деле просто равна высоте треугольника. Повторяю, взяли произвольно сторонним треугольникам. Требуется доказать, что сумма расстояния от любой его точки до сторон не зависит от того, где конкретно взята эта точка. Вот такое расстояние, такое расстояние и такое. Давайте их обозначим X, Y и Z и соответственно вершины будут A, B и Z. Требуется доказать, что X плюс Y плюс Z это высота треугольника. Так, Коля к счастью знает, хорошо. А еще кто-нибудь знает? Пройдем высоту. Это высота равностороннего треугольника. Тот самый отрез глиняжет, так? Пройдем к нему и в этой точке параллельно обрезаем. А, я понял его идею. Она в том, что мы сейчас отрежем один и тот же кусок. И Z и от высоты тоже отрезаем кусок Z. Правильно? Да. Хорошо отрезано. А еще и уже известная задача. Ну, что такое известная задача? У нас просто картинка упростилась. У нас точка теперь находится на стороне. Может, я нарисую рядом? То есть задача превратилась вот во что. Есть равносторонний треугольник. У него на стороне есть точка. Здесь перпендикуляр длины X. А здесь перпендикуляр длины Y. И высота. Можно на этот раз высоту нарисовать не... Я немножко косо нарисовал, нравится. Сосота как-то так вот. Сильно косо, да. Да? Да нет, надо просто вот так вот делать. Ну, ничего страшного, ребята. Вы же понимаете. Это вот. А высоту нарисовать вот так. Ух ты! А вот этот адрес границ. Так, я ничего не рисовал. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Давайте сделаем вид, что я сейчас нарисую заново. Встану еще. Вот здесь у меня отрезок длины X. Здесь отрезок длины Y. А вот этот отрезок H. И этот тоже H. Прошу. Интериет проводит. На этой стороне на этой рисунке это акция. Опять с другой. У нас получился рисунок треугольника. Да. У него все высота одинаковые, как у любого стороннего треугольника. Да. Все увидели? Спасибо. Между прочим, иногда это же решение рисуют в следующем забавном умысле. Смотрите. Вот когда у нас есть равносторонний треугольник, а когда есть точка, то рисуют три равносторонних треугольника. Объясняю, какие. Через эту точку просто проводят линии параллельно сторонам. Поняли или нет? Вот видите вот этот треугольник? Вот видите вот этот треугольник, как возник? Мы взяли через эту точку, провели параллельно этой стороне и непраллельно этой стороне. Как возник вот этот треугольник? Мы провели параллельную двум сторонам. Так, что нам осталось сделать? Так, ну здесь опять, вот эти отлезки равны, извините. Я не знаю, что Киева получается. В общем, по замоку вот это вот называется самостоятельной треугольник. Все понятно? Вот так. Вот примерно так. Вот. А теперь смотрите, что можно сделать. Можно взять вот этот вот треугольник и поставить максимально вверх. Он тогда встанет в такое положение. Увидели? Сумма этих отрезков. У нас тогда высота вот здесь, высота вот здесь и высота вот здесь. Очевидно, дадут вместе такую высоту. Понятная идея? Пожалуйста, нарисуйте себе эту картину. Берем себе одну сторонку. Внутри у него. Точку и проводите через эту точку прямые параллельно сторонам. Тогда естественным образом возникают три равносторонние треугольника. Естественным образом возникают три равносторонние треугольника. И они опять-таки самым очевидным образом, считается, будут расположены вдоль какого-то направления. Так что станет очевидно, что их высоты в сумме дают высоту всего треугольника. Я вам больше что-то скажу. У этой задачи есть еще один замечательный вариант. Задача о переливаниях. Я не буду сейчас вам это рассказывать. Дело в том, что этот курсок просто был проведен, там все рисовали. Кому интересно, просто посмотрите. В тысячу одной задачи этот параграф есть. И, соответственно, в видеозаписях это есть. То есть переливание жидкости. И, кстати, это есть даже и в моем исполнении, и в исполнении Елены Борисовны. Это знаменитая задача. Если кто-то хочет, сразу же, точную ссылку, есть такая книжка «Кокс прогреется. Новые встречи с Дьяни Андреев». То есть это вот книжка, в которой точно это подробно рассказано. На самом деле это рассказано, как молодежские песни, как будет. Ну, да, мне о чем он еще рассказывает. В общем, вы захотите, найдете. Задача такая. Есть три сосуда, ну, каких-нибудь там известных вместимостей, да? Например, вместимостью 12 литров, или, не знаю, там, 5 литров и 8. И у нас с вами вначале, скажем, 12-литровый сосуд, полу, за полу, это жидкость. Требуется переливая, там, что-то учить. Ну, например, получить 6 литров, или еще какое-то другое количество. Вот. Оказывается, что наиболее естественный способ решения состоит именно в том, чтобы применить вот эту вот задачу. А именно, если у вас самый большой сосуд 12 литров, значит, надо нарисовать равносторонний треугольник со стороной 12. Исчертить его на единичной равносторонний треугольничке, ну, и после этого посмотреть. Ладно, не буду сейчас на это тратить время, потому что потребовалось, действительно, слишком много времени. Но тем, кто такую задачу не решал, очень советую посмотреть соответствующую запись пушка, там все понятно и хорошо объяснено. Продолжение следует...